Всем добрый день, дорогие наши зрители и подписчики, наши любимые подписчики. Всем спасибо большое за комментарии. Очень приятно их читать, очень приятно. Это несколько раз в день мы открываем свой канал и читаем ваши комментарии. Спасибо огромное. Сегодня готовим творожные маффины с тыквой. Что и сколько нужно для этого блюда, я сейчас вам всё расскажу и покажу. Конечно же, самый главный ингредиент это творог. 400 грамм творога. По рецепту 2-3 столовые ложки сахара, но сахар я вам порекомендую добавить по своему вкусу. Кто-то любит сахар, кто-то не любит. Кому-то можно, кому-то нельзя. В общем, регулируйте вкус сахара по своему вкусу. В творог я обязательно добавлю ванилин. Нам нужно 3 столовые ложки сверху муки и приблизительно грамм 200, может грамм 180 тыквы. Я её натерла на тёрку. 2 яйца. А если небольшое яйцо, не крупное, можно 3. 50 грамм сливочного масла. И, конечно же, формочки, смазанные подсолнечным маслом, куда мы будем класть маффины. Но сейчас, знаете, эти силиконовые есть формочки. Я хотела купить, а мы с Сашей пошли в магазин. В какой? Три цены. Там не было на 12 штук. Вот у соседки, у Люды, мне так понравилась эта форма, на 12 штук. Сразу раз и в противень. Много получится таких кексиков, как я им. Маффин получится много. Я пошла, с Сашей выбирали, выбирали. Там по 6 штук. Саша прочитал, срок годный 6 месяцев. Ну и, короче, мы ушли. Говорит, да зачем нам эти силиконовые формочки? Вот у меня проверенные, твёрденькие. В них всегда всё выпекается вот так вот. Я их на противень поставлю и в духовку. Ну что, для начала яйца и сахар в отдельной миске я сейчас всё это смешаю, чтобы сахар растворился с яйцами. Вот-вот-вот. Это ещё мамина штучка. Лучше её нет. Так она мне нравится. Хорошая. Сейчас попробую, купи такого качества. Не купишь уже. Потом яйца с сахаром добавим сюда. Соду добавим. Тыкву, муку, сахар. И в последнюю очередь я нарежу сливочное масло небольшими кусочками. И всё смешаю с творогом. И затем будем выкладывать в формочки и выпекать. Что у нас из этого получится, мы обязательно вам покажем. Так. Так. Берём миску. Я делаю фарту как положено. Девочки, проверяйте яйца, чтобы были свежие. А то бывает такое. Ну, на всякий случай. Мало ли что. Всё. Так. Всё. Хорошо. Смешаю белок с желтком. Добавим сахар. Пока я добавлю половину. А там попробуем на вкус. Полторы ложки добавила, считай. Чайной. Чайной, сверху. Хочу на свой вкус. Вот соседка наша нас угощала. Я говорю, Люда, сколько ты сахара добавила? Она говорит, может для вас мало? Говорит, одну столовую ложку. Ну, и я считаю, чуть больше. Или ложка сверху получилась. Так. Всё это дело сразу убираем. Я уже ваниль сюда добавила, в творог. Сейчас выливаю яйца. Вилочка мне уже не нужна. Творог у меня зернистый. Сейчас добавлю сюда пол чайной ложки соды. Ну, и как всегда, всё нужно хорошо смешать. Перемешать. Перемешать, да. Правильно, как Саша мне говорит. Перемешать. Ох, как вкусным ванилином пахнет. Может, ещё добавить в ванильки не надо. Но я так, на кончике ножа, наверное, тоже много не надо. Посмотрю. Так. Дальше что? Тыкву. Сегодня мы делаем с тыквой. В следующий раз с другой начинкой. Я вам всё буду показывать. Рецепт такой же, но только будет вместо тыквы что-то другое. Не менее вкусное и полезное. Так. Ой, как тыквы какая-то вкусно пахнет. Так, ладно, всё. Добавляем муки. Здесь у меня по рецепту мука. С горкой 3 столовые ложки. Но нужно смотреть, если творог жидковатый, то можно мути побольше. Или если суховатый, значит поменьше. Ну так, чтобы не слишком масса была густой или жидкой. Всё зависит от творога. Так, сейчас я немножко попробую на сахар. Сегодня праздник. Всех с праздником. А праздник какой, встреча. Встречается весна с зимой. Свидание весны и зимы. Значит, зима от нас скоро уйдёт. И придёт к нам весна. Праздник правильно называется? Сретение Господне. Да. С праздничком вас. Так, сейчас я попробую. Всё, хватит на мой вкус. Больше и не надо. Единственное, что может быть, чуть-чуть добавлю ванильки. Сейчас добавим капельку. Ну вот ещё столько я добавлю. Его тоже, наверное, много нельзя. А может и можно, не знаю. На вкус и цвет товарища нет. Так, всё, сейчас снова перемешиваем. И в последнюю очередь будем добавлять сливочное масло. Я думаю, должно получиться. Тыква домашняя, творог магазинный, сахар. Сахар тоже натуральный. Так, всё. Ох, какая масса! Ну, где-то грамм, может, 50 надо масла. Я его сейчас так, на меленькие кусочки вот так буду резать и добавлять в эту массу. А что не всем куском? Потому что не всем, нельзя всем. Именно вот таким макаром. Потом смешаю всё. Так надо, Саша, по рецепту. Можно даже и не особо такое мягкое. Любое, вы с холодильника достали. Всё оно потом растает. Ну, в общем, не буду вам уже так много-долго показывать. Масло добавили, размешаем всё. А потом будем раскладывать формочки. Продолжаем готовить маффины. У меня есть вот такая формочка или подносик. Это мне давным-давно подарила подружка. И мне так он сейчас вот нужен. Я запекаю яблоки, тыкву, в общем, картошку. Он маленький, небольшой. Вот на небольшую семью его достаточно. А сегодня он вот для чего мне пригодится. Смотрите. Опа! Лучше не придумаешь. Лучше не придумаешь. Сейчас каждую формочку я смажу подсолнечным маслом. Детский сад. Детский сад, Саша говорит. А мне всё равно. Детский сад. Кстати, в детском садике, наверное, такое блюдо готовят деткам. Только оно, знаете, как называется? Запеканка. А я вот и не помню, чем нас кормили в детском саду. Ну, не помню, серьёзно. Была у нас запеканка. Наверное, была. Каждую формочку смазываем. Ну и всё. Сейчас будем раскладывать творог. Потом я его немножечко утрамбую. Ну, где-то, не знаю, может, по столовой ложке, а может, больше. Посмотрю, сколько у меня здесь творога, сколько формочки. Хватит ли мне их. Ну, если что, по второму кругу. Ой, как пахнет вкусно, ванилья. Всё. Отправляем маффины в духовку. Поукрашала я их ещё звёздочками из тыквы. И в разогретую духовку, ну, наверное, на полчаса или минут на 45. Смотрите каждый по своей духовке. Как увидите, немножко они увеличатся в объёме. И будут золотистыми. Как они вылазят с этих формочек, значит, надо доставать. Всё, значит, доставать, чтобы вообще не убегали. Готовьте маффины. До встречи. Попозже, когда уже они приготовятся, я вам покажу, что у меня получилось. И попробуем вместе с вами. У нас сейчас обед. Сделала я салат из топинамбура и по пару кусочков грудинки. Это у нас будет на закуску. Ржаной хлеб и красный борщ. Ещё будет у нас чай попьём. А к чаю, смотрите, маффины. Они ещё горячие. Как раз мы пообедаем, они немного остынут. И попробуем. На вид аппетитный. А как на вкус? Не знаю. Я думаю, тоже будет очень вкусно. Всем и нам тоже приятного аппетита. До скорой встречи на нашем канале. Субтитры подогнал «Симон»